Наверняка многие из вас замечали определённую схожесть в традициях наименования боевых кораблей во флотах ведущих военно-морских держав. Линкор, скорее всего, будет назван в честь чего-то масштабного, например, выдающейся исторической личности, названия региона или уважаемого национального символа. Крейсеры называют в честь знаменитых флотоводцев, героев мифов и легенд или топонимов, таких как города, реки и горы. Однако настоящее буйство фантазии можно обнаружить в названиях эсминцев. От таких сухих буквенно-цифровых, как Z-33, например, до утончённо-поэтических, например, Летний Бриз, как вам такое, а? Именно так переводится «Нацуказа» — имя нового японского эсминца 10-го уровня в мире кораблей. Несмотря на своё изысканное имя, это очень опасный противник. Вспомним, что всякому японскому воину были не чуждо упражнения в изящных искусствах. Кроме того, «Нацуказа» — воин с необычной техникой. Он как будто брат-близнец Шимаказы, который вернулся на родину после долгой учёбы в Европе, где понабрался от тамошних одноклассников некоторых характерных особенностей. И вот теперь вы, как строгий патриарх, спрашиваете своего отпрыска выпускника. А ну-ка, давай-ка свой диплом, посмотрим, в чём ты силён. Конечно, на первый взгляд может показаться, вооружить японский эсминец европейскими торпедами, те, которые 533 миллиметра с малым уроном, затея сомнительная. Однако давайте посмотрим внимательно на цифры. 15 торпед в залпе, скорость 86 узлов, дальность 12 километров. Вот это уже другой расклад, правда? Что касается ГК, шесть 127-мм орудий в трёх башнях могут похвастаться разве что неплохим уроном фугасов. Поможет, если надо добить эсминец противника или в перерывах между торпедными атаками из дымов навесить пожары на линкор. Других выдающихся черту пушек нет, так что пользоваться ими вы будете не особо часто. Геймплей корабля в целом понятен. Ваша стихия — скрытные торпедные атаки. Эсминец за счёт низкой заметности может подбираться максимально близко к противнику. 15 торпед — это не шутки. Пусть и урон там не самый высокий. Быстрая перезарядка позволяет довольно часто спамить направления, а благодаря высокой скорости торпед уклониться от них будет сложно не только линкорам, но и более шустрым целям. Однако помните, что из-за высокой заметности торпед атака для противника внезапной может не стать. Он вовремя их обнаружит и уклонится. Ну а если вас вдруг заметили, то включайте форсаж, активируйте дымы или то и другое вместе и резко меняйте позицию, чтобы продолжать кошмарить противника торпедами уже с другого направления. Тут весьма кстати будет и хорошая маскировка. К слову, ПВО у корабля не самая сильная, поэтому либо прячьтесь от самолётов в дымы, либо держитесь поближе к союзникам с хорошими зенитками. А то и вовсе отключайте ПВО, чтобы не привлекать трассерами внимания. В общем, этот корабль — настоящий ниндзя, который постоянно пускает свои сюрикены, оставаясь при этом невидимым. Эсминец на Цуказе, в камуфляже «Японский лаг», слот в порту, памятный флаг и специальная боевая задача станут призом в нашем традиционном розыгрыше. Чтобы принять в нём участие, необходимо подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и в комментарии к нему правильно ответить на вопрос, как переводится имя нашего сегодняшнего героя. Напомню, что в комментарии с ответом вы должны также верно указать свой игровой никнейм. Кто победил, узнаем в следующем выпуске «Армады». Оставь ответ, свой командир. Удачи крылья тебе корабль принесут. Сайонар. Дальше operational. А как вы? Дальше otros лагеря – Рэп penso. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Подогscenes по- cause В Дальше зonte